Но мы сегодня остановимся на понятии идеального конечного результата. И если применить понятие идеального конечного результата к человеку с точки зрения его сопротивляемости болезням, то это можно сформулировать следующим образом. Отсутствует система здравоохранения как таковая. Отсутствуют соответствующие лечебные учреждения. Поликлиники, больницы, институты, клиники. Отсутствуют врачи, нет медсестер с их уколами, нет лекарственных средств, нет вообще никакой фармации, нет никаких приборов современных, которые применяются для оказания какого-то действия на наш организм. Нет ничего. А что есть? Есть человек и заложенная в него природой система саморегуляции аргумента. Ну вам известна такая шутка, что если грипп лечить, то он пройдет за 7 дней. Если его не лечить, то грипп проходит через неделю. То есть, по большому счету, организм сам справляется с болезнью. Все остальные средства врача не могут, в общем-то, как-то помогать этому организму справиться с тем или другим заболеванием. Так вот, каков механизм работы этой самой системы саморегуляции? Ну, вы знаете, что человек в процессе своей жизнедеятельности совершает некую сознательную работу. Занимается сознательной деятельностью. Но в то же время присутствует огромное количество так называемых бессознательных процессов. Вообще, бессознательное в свое время условно разделили на сверхсознание и подсознание. Ну, естественно, четкая граница между этими бессознательными функциями трудно провести. Но условно это можно сделать следующим образом. Ну, например, мы с вами каждый день употребляем пищу. Без этого мы не можем. А мы с вами задумываемся о том, как эту пищу переварить. Все это происходит бессознательно. И этим занимается, условно говоря, наше подсознание. Есть такие, так называемые, сверхвозможности человека. Как ясновидение, ретровидение, биолокация и другие явления. Их можно условно назвать явлениями, относящимися к сверхсознанию человека. Так вот, прежде чем поставить задачу, а что же делать, мы должны для себя определить и найти ответ на такой вопрос. А что же, вообще говоря, влияет на состояние нашего здоровья? В то время, когда я создавал данную методику, я был далек от вопросов работы с тонкими телами. Поэтому я рассуждал чисто на материальном, физическом уровне. Вот давайте представим наше тело и представим нашу нервную систему. Но нет необходимости досконально знать, как называются те или другие отделы головного мозга, спинного мозга, те или другие нервные волокна, нервные узлы и так дальше. Мы настолько пронизаны сетью этих нервных волокон, что куда мы себя иголочкой не тнем, всегда будет больно. Мы почувствуем боль. То есть мы пронизаны насквозь этой сетью нервных волокон. Для чего нужны эти нервные волокон? А чтобы собирать и передавать по своей сети информацию мозгу в центральной нервной системе, давая информацию о том, как там происходят на этом уровне все необходимые жизненные процессы. Вы можете гарантировать, что сигнал проходит беспрепятственно, что нет какого-то ущемления нервов, какого-то короткого замыкания, которое препятствует прохождению сигнала. Тем более, если мы возьмем обычный проводник, то он находится внутри, а изоляция сверху. А нервные волокна устроены совершенно по-другому. У них роль проводника является оболочка нерва, так называемая миелиновая оболочка. Если происходит ущемление нервов, сдавливание, то в первую очередь это давление оказывается на эту миелиновую оболочку, и здесь сразу возникает определенное нарушение в проводимости. Данный процесс называется иннервацией. И когда иннервация нарушена, понятно, что центральная нервная система не получает достоверной информации о состоянии того или другого органа той или другой системы. Соответственно, управляющие команды будут неадекватны состоянию здоровья человека. И если так вот гипотетически предположить, что есть возможность устранить вот эти ущемления нервов, обеспечить беспрепятственно прохождение сигнала, соответственно, достоверность получаемой информации мозгу, то понятно, что это бы очень здорово послужило процессу оздоровления человека. Итак, первая задача – надо устранить ущемление нервов. Я должен сказать, что если позвонки смещаются всего на 0,2 мм, уже происходит небольшое ущемление корешкового отростка спинного мозга. А каждый корешковый отросток, он иннервирует соответствующий орган, соответствующую систему. Следовательно, смещение костей скелета, приводящее к ущемлению, контрактура тканей, которые ущемляют эти нервные волокна, ну и другие препятствия, они как раз вот и мешают нам быть здоровыми. Далее, я рассуждал так, давайте посмотрим на нашу кровеносную систему. Наша кровеносная система, она начинается, будем говорить, от сердца, условно говоря, да, а дальше у нас есть сеть сосудов, сеть капиллярных сосудов, и мы настолько пронизаны этими капиллярами, что куда мы иголочкой себе что не уколем, везде появится капелька крови. То есть настолько мы все пронизаны. Вы можете гарантировать, что у вас кровь двигается беспрепятственно, все сечения работают полным сечением, имеется в виду сосуды и капилляры работают полным сечением, и нет нигде того самого сопротивления кровотоку. При этом я не беру нарушение кровотока, связанное с атеросклеротическими отложениями на стенках сосудов, там кальциевые отложения и прочие вещи. Сосуд ваш идеальный, нет там никаких отложений, но он в силу спазма стенки сосудов, либо сдавливания со стороны тканей, теряет свое сечение и нарушается циркуляция крови. Это второе, я бы сказал, такой очень важный момент, которым было бы неплохо научиться этим процессом управлять, путем устранения вот этого сопротивления кровотоку. Ну и третья проблема, это взаимное угнетение органами друг друга. А это что такое? Если у человека избыточный вес, что происходит? Тяжировые отложения давят на диафрагму, диафрагма давит на легкие, уменьшая жизненное пространство, нарушая процесс наполнения воздухом и выдоха, то есть нарушается работа легких. Бывает смещение органов, вызванное травмой. Да даже давайте возьмем самый простой естественный процесс, это развитие ребенка в утробе матери. Он растет, ему нужно пространство и что он делает? Он раздвигает эти внутренние органы, оказывает на них давление, соответственно мешает их нормальной работе. После родов что происходит? Эти органы не всегда возвращаются на место. Но в силу того, что женщина накопила излишний вес в процессе беременности, эти органы прирастают на новых местах и они не возвращаются к своему естественному положению. Поэтому происходит то, что называется угнетение, взаимное угнетение органами друг друга. Многие спортсмены страдают таким заболеванием, как опущение почек. Опущение почек – это результат травмы, полученной в результаты прыжковых нагрузок. Волейболисты, баскетболисты, прыганы в длину, тройным прыжком. При многократном приземлении по инерции все органы идут вниз. Почка здесь оказывается самым слабым местом и возникает опущение почек. А опущение почек приходит к их сдавливанию, нарушению их функционирования и так дальше. То есть, если мы ставим перед собой задачу, а как улучшить состояние здоровья, мы должны иметь в виду вот этих три причины и направление нашей мысли должно работать, чтобы эти причины устранить. Ну, мы с вами знаем, что подсознательная деятельность и бессознательная деятельность, она активизируется во сне у человека. В течение дня, когда идет рабочий день, когда мы выполняем какую-то работу, ведем сознательную деятельность, подсознание работает, обеспечивает нашу деятельность. Но как только мы усыпаем, засыпаем, наше подсознание работает на уровне саморегуляции, на уровне восстановления организма. И поэтому только его к следующему, скажем, активному периоду нашей деятельности. Природа так побеспокоилась, что сознательная деятельность, скажем так, сознание и подсознание находятся как бы в параллельных плоскостях. И сознание не вмешивается в работу подсознания. А подсознание, соответственно, выполняет свою работу и не вмешивается в сознательную деятельность человека. Она только ее обеспечивает. Это не говорит о том, что находясь в параллельных плоскостях, между ними нет определенной связи. Есть такие каналы связи. Один из них называется вторая сигнальная система. Это речь. И на данном принципе основан метод академика Ситина Георгия Николаевича, который называется метод СОЭВУС. Это метод словесно-образного эмоционально-волевого управления состоянием человека. Ну, данный метод, кто с ним знаком, основан на том, что человек прослушивает определенные тексты, так называемые исцеляющие настрои, построенные на принципе, что скажи человеку сто раз, что он свинья и он захрюкает. Потому что вот эта связь между сознанием и подсознанием, она достаточно слабая. Поэтому эти настрои в себя включают многократное повторение гиперболизированных каких-то фраз и словосочетаний. При этом существует запрет на произнесение определенных словосочетаний. Нельзя, например, говорить «убрать болезнь сердца», потому что слово «убрать» может не дойти до подсознания, а болезнь сердца может дойти, и подсознание примет команду от хозяина сделать болезнь сердца. Ну, ему зачем-то это надо. То, что хочу вам предложить, оно этими недостатками не страдает. Потому что, как это делается чуть позже скажу, мы достигаем состояния, когда наше сознание и подсознание что? Соединяются в одной точке. Ну, или в плоскости хотите. Когда это происходит? Когда мы с вами засыпаем, то сознание говорит подсознанию, да? Я иду отдыхать, а ты наведи порядок в организме, да? У меня завтра планируется олимпийский рекорд. И сознание что? Отключается. А подсознание активно работает. При просыпании утром подсознание говорит, вставайте, граф, вас ждут великие дела. Вот это состояние перехода от бодрствования ко сну и наоборот, есть измененное состояние сознания, которое называется альфа-состояние. В альфа-состоянии у нас как раз и сознание присутствует, оно разговаривает с подсознанием. И подсознание активизировано, оно слушает сознание. В процессе обычной жизни это происходит что? Кратковременно. И каждый занимается своим делом, в зависимости от того, мы просыпаемся или засыпаем. Так вот, оказалось, что достаточно вот это состояние между сном и бодрствованием задержать на время необходимое для того, чтобы сознание передало команды подсознание. А это время, сразу говорю, это где-то максимум 10-15 минут, и тогда наше сознание спокойно, без повторений, отдает команду подсознанию. Ну, например, на устранение тех причин, о которых я вам только что рассказывал. И подсознание принимает к исполнению эти команды. Данное состояние совершенно естественно, физиологично, ибо мы как минимум два раза в сутки переходим через это состояние. Вопрос заключается в следующем. А как это сделать? Ну, очевидно, что для того, чтобы до подсознания дошла информация без искажения и была хорошая вот эта связь, которая не разрывается, да, нужно сделать так, чтобы мозг человека получал минимальное количество сигналов, идущих от каждой точки нашего тела. Как этого состояния достигнуть? Очевидно, нужно занять то положение тела, в котором все внутренние органы находятся в естественном состоянии. Естественно, что это состояние стоя. Кто-то подумал, что лежа. На самом деле нет, потому что когда мы лежим, наши внутренние органы имеют определенный вес. Поэтому они что? По действиям своего веса прижимаются к соответствующим участкам нашего тела, и происходит сдавливание этих органов. И тогда нужно мозгу вопросы, связанные с устранением вот этого препятствия. Допустим, мы с вами сидим. Когда мы сидим, мы переживаем, пережимаем крупные артерии, которые снабжают кровью наши нижние конечности. Соответственно, наши нижние конечности дают информацию о центральной нервной системе, что в данный момент они испытывают дефицит кровоснабжения и, соответственно, питания. Значит, что делает наш мозг? Он дает команду, направленную на повышение артериального давления. Достигает это путем, что дается команда, чтобы сосуды должны что? Уменьшить свой просвет, за счет этого повышается давление и обеспечивается нормальное кровоснабжение нижних конечностей. То есть понятно, что это поза стоя. Далее, когда мы с вами стоим и наши руки опущены вниз, ну, у нас существует вес верхнего плечевого пояса. И под действием веса верхнего плечевого пояса мы сдавливаем свою грудную клетку. И таким образом затрудняем процесс дыхания и приходится нашему мозгу решать дополнительные задачи. Вот, а если руки мы поднимем вверх вот таким образом, да, чтобы центр тяжести руки проецировался на точку, что вращение, вот этот момент опрокидывающий, да, мы его, что, сводим к минимуму. Вы даже можете проверить, что вот в такой позе у вас трапицидальная мышца напряжена, а когда вы руку поднимаете вверх и переводите ее в это положение, то эта мышца у нас с вами что? Максимально расслабляется. Вот эту позу я ее назвал поза спящего владельца. Я ее рассчитал как инженер, вот подобными рассуждениями, но оказалось, что попал в самую точку. Потому что оказалось, что космонавты в невесомости спят вот в такой позе. Ребенок, если его не запеленать, он тоже спит в такой позе, да, разрушает грудную клетку, им это легче дышать. Ну, соответственно, эта поза является естественной. Самым большим для меня открытием было то, что спутя уже достаточное количество лет после того, когда эта методика уже была не просто опробована, она была и запатентована, она была и опубликована. Я нашел в книге, которая называется «Египетская йога», рисунок, на котором были изображены фигурки с поднятыми руками подобным образом. Понимаете? А дальше было написано, что данную позу применяли жрецы Древнего Египта для скорейшего вхождения в Транс. Так что получилось так, что эта поза попала в самую десятку. Далее нам нужно, да, и сама методика предполагает набор команд для вхождения в это состояние. Далее перечень команд, стандартный перечень команд, направленных на устранение ущемлений корышковых отростков спинного мозга и постановку на место костей скелета. Позвоночника, шейного отдела, грудного, поясничного, крестцового, копчикового отдела, верхних конечностей, нижних конечностей. Следующий блок команд – это устранение ущемлений кровеносных сосудов. В определенной последовательности команды идут. И команды направлены на устранение неправильного взаимного положения органов, внутренних органов. Но данная методика предполагает еще и алгоритм или способ лечения частной патологии. Ну, например, у человека изжога. Как изжога сегодня лечится? Народными средствами, медикаментозными средствами, средствами, которые рекомендует официальная медицина. Это либо соду выпить, либо выпить некое средство, которое создает пену внутри желудка, препятствующую пробросу желудочно-кишечного сока в пищевод. Либо средство, понижающее кислотность желудочного сока с целью снижения неприятных ощущений той самой изжоги, когда эта самая кислота попадает у нас с вами в пищевод. На самом деле причиной изжоги является как раз и физико-механическая причина, которая заключается в том, что в силу неправильного положения желудка по отношению к пищеводу привратник желудка, клапан, который должен перекрывать эти две полости, он полностью не закрывается. И тогда проплескивает вот этот самый желудочный сок в пищевод. Поэтому все предшествующие способы борьбы с изжогой, они, на мой взгляд, они не являются, ну что ли, средствами избавления от этой изжоги. А вот если бы нам удалось желудок по отношению к пищеводу поставить таким образом, чтобы клапан закрылся, вот тогда изжогой закончится, причем как только желудок станет на место. Точно так же некоторые жалуются на то, что они чувствуют во рту горечь, желчь попадает к человеку в рот. А как там попадает? Она должна из желудочного пузыря попадать в двенадцатиперстную кишку. Между двенадцатиперстной кишкой и желудком существует клапан, который называется привратник кишечника. Если этот клапан не закрыт в силу неправильного взаимного положения этих органов, тогда желчь попадает куда? В желудок. А если этот клапан, привратник, желудка не работает, попадает, соответственно, в пищевод, а дальше уже и в ротовую полость. Так вот, естественно, для того, чтобы этого избавиться, нужно дать команду подсознанию, поставить желудок на место по отношению к двенадцатиперстной кишке, по отношению к пищеводу, чтобы эти клапаны что? Закрылись, и тогда изжоги конец. Данная методика позволяет в ходе одного занятия устранить подобного рода проблемы. Но если случилось так, что длительный процесс уже был, и этот клапан сам уже подносился, то тогда нужно некое время для полного восстановления. Но с первого раза уже есть заметный результат. С помощью данного метода удавалось устранять заворот кишок. Это, вы знаете, это очень сложная вещь. Она только оперативным путем как-то вот может восстанавливаться. Дивертикулы вот в кишечнике тоже. Даешь команду подсознанию, и происходит медитация в действии, начинает сокращаться мышца непроизвольно, да, приводит в движение эти органы и ставит их на свои места. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА